На самом деле у меня зависимости не было именно от алкоголя, было больше, наверное, от состояния, которое дает алкоголь. Я понял, что есть привычка, которая управляет мной, а не я управляю привычкой. Привет, меня зовут Денис, я актер театра и кино, мне 37 лет. Я хочу поделиться своим опытом, каким образом алкоголь ушел из моей жизни, и я надеюсь, никогда не вернется. Мне кажется, что это лично мой опыт, я не могу объективно ругать алкоголь или изображать из себя какого-то крутого специалиста. Это лично мой субъективный опыт, но есть также мои наблюдения за сферами жизни и судьбами людей, которые употребляют алкоголь. То есть, почему я принимал раньше алкоголь? То есть, мы пили пиво, пили что-нибудь покрепче, еще начиная со студенчества в театральном институте и так дальше, чтобы расслабиться. То есть, расслабиться можно по-разному. Этот способ самый быстрый, самый дешевый, и не требует практически никаких усилий. Потому что нас не учили как-то по-другому расслабляться. И алкоголь, он в общественной культуре, у него есть свой ранг. То есть, он поставлен даже в какую-то, как знаете, культурную ценность. Например, если нужно отметить какое-то событие, это обязательно делается с алкоголем. Ну, теперь надо выпить. Когда фраза «Выпьем за твое здоровье», люди часто даже не вдумываются, что эта фраза означает. Как можно пить этанол, спирт, за здоровье? Ну, то есть, я пью яд, который разрушает клетки мозга, за здоровье. То есть, уже смешно. Но мы не думали об этом. И поэтому я принимал алкоголь, как и все ребята, просто чтобы расслабиться, чтобы, как-то знаете, уйти от мира, что ли. Как-то не думать ни о чем, уйти от проблем. Да, вот мне кажется, это точнее всего будет фраза, чтобы уйти от проблем, временно забыть о них. Потому что с наступлением утра все равно ты начинаешь вспоминать все эти вопросы, которые у тебя накопились, и дела, которые никуда не делись, и их надо решать. Вот, и, конечно, алкоголь очень плохой помощник в решении этих дел. Я пил для того, чтобы расслабиться и уйти от проблем. Само употребление алкоголя мне никогда не нравилось. Мне нравилось состояние эффект. Но сам алкоголь, я не наслаждался им. То есть, это не тот продукт, который ты пьешь, смакуешь. У меня это никогда не получалось так. Вот, но, очевидно, я понимал, что эта вещь не очень хорошая, потому что все люди по утрам прекрасно это чувствуют и понимают, насколько это пагубно влияет на здоровье, на отношения, на все. Но не в силах это остановить, или даже, может, потому что они не хотят этого делать. Вот, а кто-то даже не задумывается. Я решил, чтобы... Я решил, или я принял для себя решение, чтобы алкоголь ушел из моей жизни по той причине, что я понял, что есть привычка, которая управляет мной, а не я управляю привычкой. То есть, есть фактор, который диктует мне, как мне себя вести. Мне не понравилось это. Мне хотелось самому решать, как я себя веду. И потом, под алкоголем чаще всего люди делают какие-то глупые поступки чаще всего. И они любят их вспоминать. Они любят говорить, о, как мы начудили. Помнишь, помнишь, ничего не помню. Так погуляли классно, вообще ничего не помню. Ну, то есть, какие-то дурацкие шуточки начинают возникать, какие-то дурацкие мысли, дурацкие поступки и все. И когда ты не пьешь и наблюдаешь за людьми, которые пьют, ты все больше и больше как бы убеждаешься и укореняешься в своем выборе и понимаешь, что да, это было правильное решение. И я принял для себя решение только потому, что я не хотел, чтобы привычка управляла мной. Я понимал, какое глупое состояние, в котором я пребываю под воздействием алкоголя. И в моей творческой работе, которой я занимаюсь, он ни в коей мере не помогал. Существует глубокое убеждение, вот я буду говорить за актеров, да, за своих коллег. Я в театре работаю больше 15 лет, так же снимаюсь и все. Я наблюдаю в разных ситуациях, на киносъемочной площадке, в театре и везде, и в разных театрах, в разных ситуациях. И я не видел ни одной ситуации, ни одной, чтобы алкоголь помогал творчеству. Ни одной ситуации не было. Люди могут думать, вот я выпью коньяк, выйду на сцену и сыграю, да, что-нибудь, вот как-то так. Когда я, например, выпивал 150-200 коньяку хорошего, я выходил на сцену и чувствовал себя не ректором, а чувствовал нормальным украинцем. Они почему-то думают, что они раскрепощаются таким образом, что алкоголь дает раскрепощение. Это иллюзия. Алкоголь не дает раскрепощение. Ты не можешь себя адекватно оценивать. Ты как актер, ты не можешь полностью отдаваться роли на 100%, это невозможно. И ты как личность, ты должен себя контролировать и как бы немножко видеть со стороны. У Михаила Чехова есть техника, техника актерского мастерства, где он говорит о том, что исполнитель роли должен немного со стороны за собой наблюдать, как он эту роль работает. То есть я даюсь чувствам, эмоциям, переживаниям, я иду четко по задаче, по сюжету, но я должен еще контролировать. Вот под воздействием алкоголя ты не можешь себя контролировать, ты не можешь себя оценивать, а ты должен себя оценивать, ты должен понимать меру, в какую ты сейчас работаешь. Потому что алкоголь не дает объективного и субъективного восприятия того, что я сейчас делаю в эту секунду. И люди, они просто в какой-то иллюзии пребывают. Это неосознанно, это неосознанная игра, это неосознанные действия. И в этом нет жизни. Если это неосознанно, в этом нет жизни. Вот это нужно понять, это очень важно. То есть, чем больше сознательных вещей я делаю и понимаю, зачем и что я делаю, из этого и состоит жизнь. А все остальное, это как сон. Иллюзия, сон. Люди могут думать, что они живут, но это не жизнь. У меня появились вопросы, о которых раньше я даже не задумывался. Вопросы к этому миру, вопросы к самому себе, вопросы вообще к смыслу существования. То есть, понимаете, алкоголь, он притупляет ваше восприятие реальности. Если я брошу пить, то как же отдыхать, как же вообще-то? У мужчин это вообще все просто. Идти поиграть в футбол. Ну, во-первых, хорошее самочувствие. Это многие могут говорить, да ладно, я пью и тоже себя хорошо чувствую. Но это тоже обман. Мы все знаем, как утром после какого-то праздника или после какого-то события, в каком состоянии люди просыпаются. Есть масса анекдотов на эту тему. Но первое, что я для себя отмечаю, это, безусловно, хорошее самочувствие. Во-вторых, я стал серьезнее относиться к жизни, к своей судьбе, к своей работе, к своей профессии, к отношениям между близкими людьми и так дальше. У меня появились вопросы, о которых раньше я даже не задумывался. Вопросы к этому миру, вопросы к самому себе, вопросы вообще к смыслу существования. То есть, понимаете, алкоголь, он притупляет ваше восприятие реальности. А мне интересно, какая реальность. Мне интересно, я хочу знать, какая она. Алкоголь притупляет ее, притупляет ваше восприятие. Вы не можете адекватно оценивать. И вопросы ваши становятся достаточно такими простыми, такими, как немножко детскими и все. А мне очень интересно, какой этот мир и кто я такой в этом мире. Олег Даль, хороший артист, который много пил, к сожалению, но он сказал одну классную фразу. Он сказал, что не пить точно так же интересно, как и пить. Так вот, мне действительно не интересно не пить. И алкоголь, он расслабляет, он создает иллюзию, что я о каких-то проблемах забываю и отвожу их на какой-то тот задний план. Но правда состоит в том, что проблема никуда не исчезает, проблема остается. И вот, когда я перестал употреблять ни в каком виде алкоголь, я стал больше успевать по своим планам, по своим каким-то жизненным приоритетам. Я стал более трезво оценивать себя, свое место в этой профессии и вообще взгляды какие-то на жизнь. Как бы это странно не звучало, но чистый ум, он дает какую-то осознанность своей личности, что ли, каких-то моментов. Если люди к этому не стремятся, то ты их не уговоришь бросить пить. Не получится. Они получают от этого удовольствие. И это факт. Испытываются удовольствия. Да, действительно получают и все. Но это такого, знаете, это низкосортное удовольствие. Оно такого низшего порядка. Это, ну, примитивно. Вот. У меня как-то больше вопросов к миру. Хороший вопрос, потому что чаще всего люди именно этим вопросом и задаются. Если я брошу пить, то есть зачем я должен это делать, да? Зачем я должен отказываться от того, что приносит мне удовольствие, радость и какое-то там удовлетворение. Но на самом деле радость тоже бывает, знаете, разного качества. Вот как еда, например, да? Бывает там невкусная, бывает средняя какая-то еда. А бывает еда, которую мама приготовила, там, или любимая жена. То есть вкусная, такая настоящая, потрясающая еда. Точно так же и вот чувство радости и счастья, оно тоже, знаете, разного качества бывает. А алкоголь дает быстрое и очень дешевое качество счастья. Оно искусственное. Вот. И поэтому вопрос людей, вот, если я брошу пить, то как же, как же отдыхать? Как же вообще там быть счастливым тогда? Я уверяю, что существует очень много способов быть счастливым без алкоголя. И можно встретиться с другом и не выпить ни капли. И при этом быть полностью счастливым и получить удовлетворение. Самое простое, ну, у мужчин это вообще все просто. Идти поиграть в футбол. Вообще проще не бывает. Футбол, велосипед, там что-нибудь еще. То есть мужчина, поскольку наше тело создано, как бы, вот, таким более спортивным, что ли, мышцей и все. И это действительно успокаивает ум мужчину. То есть приводит его в умиротворение. Вот. Тот же спортзал и так дальше. Но это еще все зависит от типа человека, вот его, как бы, психотипа. Кому-то даже просто чтение книги, это уже здорово. А кому-то нужно пойти на сноуборде покататься и так дальше. Поэтому все очень индивидуально. Но я подчеркиваю, что счастье под воздействием алкоголя, это не счастье. Это иллюзия. Я забываю о реальном положении дел. Я забываю о внешнем мире. И вот эта вот забывчивость, что я забыл, оно и дает ощущение счастья. Проблема где-то далеко, а мы здесь. А что будет потом? Мы подумаем завтра уже утром. И в этом и люди находят счастье. Но это не счастье. Это просто... Я закрываюсь от проблем. Я закрываюсь от вопросов каких-то и все. Это не есть счастье. Поэтому вопрос, как быть счастливым без алкоголя, я бы так даже не формулировал бы такой вопрос. Потому что с алкоголем нельзя быть счастливым. Ну если так серьезно говорить на эту тему. Я знаю, что многие, кто будут смотреть этот ролик, те, кто пьют, там говорят, ну я пью только по праздникам. Или я пью только пиво, ну легкий напиток и все такое прочее. Но просто задайте с вопросом, зачем вы это делаете? Ну действительно, а зачем? Какой смысл? Меня расслабляет и все. Так расслабиться можно по другому и так далее. Алкоголь одурманивает. Кому это нравится, кому это не нравится. Это факт. То есть это берется искусственно, какая-то вот способ, какой-то вот, не знаю, искусственным образом я себя как-то там стимулирую на что-то. То есть не я это делаю, а делает это вместо меня алкоголь. То есть вы отдаетесь как бы во власть этой дурацкой привычки или какого-то такого момента. Но что еще хотелось бы сказать, что на самом деле это должно быть осознанно. То есть я должен понимать, зачем я это делаю. Мне дает это свободу. Мне это дает такую легкость, такую свободу. Мы с женой всегда шутим, что 1 января всей стране плохо, а нам хорошо. Ну действительно классно, действительно хорошо. Легкость какая-то появляется. И ты успеваешь много дел каких-то сделать. Твоя жизнь где-то интереснее, твоя жизнь наполненная. Ты больше успеваешь сделать. И осознанным, хорошим, высоким качеством проходит твоя жизнь. И когда ты это практикуешь, то есть те, кто будет смотреть ролик, что попробуйте просто год не пить, это не так сложно, как кажется. Это кажется, вот я себя лишаю чего-то, я буду страдать. Вы не будете страдать. Если вы настроены решительно, если у вас есть друзья, которые разделяют это мнение, или появятся друзья, которые будут разделять эти ценности, вам никогда не будет скучно. Вам всегда будет чем заняться. И вы увидите, насколько вы большего достигнете. Потому что если у вас нет цели в жизни, и вы просто вот вас несет по реке, ну тогда я не знаю, зачем бросать пить. Если есть цель в жизни, обязательно нужно бросать и идти к этой цели. По-другому не получится. Когда человек говорит, что я выпиваю чуть-чуть, вот немного, там, вот за компанию, там, или только по праздникам, и все. Но снова возвращаемся к этому вопросу, вот, а зачем? Ну, зачем? Чтобы быть, как бы, вот в компании с этими людьми, да, чтобы чувствовать какое-то вот тождество с ними, да, или что. Ну, у меня есть такой опыт, что, вот, например, у нас в театре на фуршетах, там, на крупных каких-то таких вот праздниках, или что, стакан сока, стакан воды, например. Я просто могу точно так же чокаться с ними, точно так же, говорить какие-то тосты и все. Но при этом не опьянять себя. Ну, оставаться просто осознанным, как бы, быть здесь и сейчас. То есть, если вы пьете чуть-чуть, зачем? Ну, я когда пил, вот я сейчас признаюсь, я когда пил, я не пил чуть-чуть, потому что у меня была четкая цель. Выпить, чтобы не было классно, чтобы не было хорошо. Я не понимал, как это чуть-чуть выпить, а зачем тогда пить? Пить так, чтобы сразу упасть надо, вот так вот, я так считал. Вот. Но теперь у меня, конечно, другие, как бы, взгляды на это. Те, кто пьет чуть-чуть, у меня вопрос, а почему вы пьете чуть-чуть? Зачем? Вы так воду можете чуть-чуть выпить, соку чуть-чуть выпить. Ну, зачем? Ну, вот мне нравится вкус. Мне нравится вкус. Так пейте тогда без этого, безалкогольное пиво там, безалкогольное вино. Мы с супругой пришли в кафе «Имбирь», в этот ресторанчик, и мы отмечали два года наших отношений. И нам подали безалкогольное вино. Я сначала, типа, да не, не надо. Она говорит, там нет, там нет этого, ну, вина нету. Оно там испарилось, все эти алкоголь. Просто пахнет оно виноградом вот этим. Я, типа, а зачем? Ну, вы попробуйте просто вот. Вы же никогда не пробовали. Ну, просто попробуйте. Мы попробовали вино. Ну, там нет алкоголя какой-то, как компот такой получился. Если привязаны к вкусу, но не привязаны к тому, что вот вас там накрыло, или вы пьяны, пейте безалкогольное пиво, безалкогольное вино. Ну, серьезно, если вы привязаны к вкусу, так получайте вкус, а не послевкусие. Ну, если так серьезно говорить об этом. Легко ли бросить пить? Вы знаете, у меня мой педагог по актерскому мастерству, он курил 40 лет. И он, как он бросил? Он просто выбросил сигарету и сказал, я больше не курю. Только единицы могут этому следовать, и так вот бросить, и все. И это касается алкоголя. То есть, чтобы вот так вот отставить в сторону и сказать, я больше не пью, и для этого должны быть веские основания какие-то. Должна быть какая-то причина, должна быть какая-то убежденность. И должна быть, как бы, вы должны понимать, зачем вы это делаете. То есть, чтобы я отказался от чего-то, у меня должна быть альтернатива, которая интереснее, вкуснее, и доставляет мне больше удовольствия, чем старая привычка. Когда вот эта альтернатива перевесит, и когда вы действительно будете кайф от этого чувствовать классно, тогда вы даже не вспомните про алкоголь. То есть, когда появится мотивация и твердая убежденность, что я ничего не потеряю, а только приобрету, тогда получится быстро это сделать, бросить. Просто искусственно себя ограничивать, это как сжимать пружину, она все равно потом выстрелит. Я должен понимать, зачем я это делаю. Не пить – это круто. Ну, понятно, что занятие йогой и алкоголь – это несовместимо. Поэтому занятие йогой, благодаря занятию йогой я стал вегетарианцем, я прекратил курить и со временем прекратил пить. Но стал ли я чем-то заменять, это вы спрашиваете, да? То есть, мне было легко отказаться от алкоголя, потому что это такая привычка. Она не была моей привычкой, это было как бы… Я не знал, как по-другому время просто проводить. Я даже не задумывался об этом. Когда у меня появился альтернатива, как по-другому проводить время, мне понравилось больше, чем вот в связи с алкоголем. И чем я заменяю алкоголь? Да я ничем его не заменяю. Знаете, есть такой анекдот, я сейчас вам расскажу. Звучит он так. Давай покурим. Я не курю. Давай выпьем. Я не пью. Давай уколемся. Он говорит, да я не колюсь. Давай понюхаем. Да я не нюхаю. А как ты расслабляешься? Да я не напрягаюсь. Понимаете? Вот в моей ситуации, наверное, вот так вот происходит. Да, бывают стрессовые ситуации в жизни. Они у всех есть, сто процентов есть у всех. Но… Как помогают? Как это решают? Не знаю. Сегодня девушка классно сказала выйти, просто воздухом подышать. Это в моем случае. Люди все равно будут каких-то искусственных стимуляторов требовать. И все. Что меня успокаивает? Меня успокаивает общение с людьми. Меня успокаивает общение с друзьями моими. Хороший друг, он выручит из любой беды, он успокоит. И так дальше. Йога, медитация, сто процентов. Господи, сядьте на велосипед, проедите, побегайте. Пойдите, плавайте в бассейн. Вот такая практика. Бассейн поплавать. Вестибулярная система, кровеносная система работает великолепно. Вы чувствуете прану, прилив сил. Ну просто классно. Бассейн – это вообще бомба. Масса, теннис, пинг-понг идти поиграть. Живите как-то, двигайтесь, существуйте. Не сидите в этих барах, там вот я сижу, я это сам. Да это не жизнь. Сидишь как растение. Поливаешь себе непонятно чем и думаешь, я вот наслаждаюсь, я живу. Да это не жизнь. Ты ничего не делаешь при этом. Делайте что-то. Ну в принципе это все, что я могу сказать на данную минуту. Если у вас появятся какие-то вопросы, комментарии, может быть свой опыт или какие-то мысли по этому поводу, пожалуйста, пишите это все в комментариях. И по возможности я попробую на них ответить. Удачи!